Пару недель назад были названы Самые счастливые места Америки Был выявлен рейтинг штатов Кто-нибудь из вас что-нибудь слышал об этом? Меня очень взволновала эта новость Я захотел узнать, на каком месте находится Луизиана Потому что у нас много христиан, и еда у нас хорошая Поэтому я был уверен, что Луизиана будет находиться где-то в вершине списка Но оказалось, что наш штат на 48 месте И это из 50 штатов На последнем месте была Западная Вирджиния Хотите верьте, хотите нет Но этот пример ясно показывает нам, что страна может быть самой прекрасной в мире Но жители ее все равно будут несчастливы У нас в Луизиане проживает столько христиан, что я был уверен, что мы окажемся гораздо выше в этом списке Но нет, и мне кажется, что несчастливых людей не только в нашем штате, но и по всей Америке много Я путешествовал по миру, и мне трудно понять, как можно быть несчастливым, если вы были благословлены жить в этой стране Я много где был, много чего видел Думаете, вы знаете, что такое бедность? Вы ошибаетесь В некоторых странах люди просыпаются с мыслью, переживут ли они этот день? Конечно, у нас в Америке все совсем не так У нас бедностью считается, когда у вас нет всех кабельных каналов У вас есть только первые 50 из 200 Это в Америке считается бедностью Но есть места, где людям приходится бороться за жизнь Мое сердце просто щемит от того, что американцы считают бедностью А еще мне очень неприятно от того, что уровень самоубийства в Америке сейчас самый высокий за последние 30 лет Но это еще не самое печальное Куда печальнее тот факт, что мы лидируем и в других подобных списках Мы являемся страной, имеющей больше всего долгов Людей, страдающих от лишнего веса А также людей с различными зависимостями за всю мировую историю Многие люди считают, что цель нашей жизни — это погоня за счастьем Если я найду идеальную работу, вступлю в брак с идеальным человеком Сделаю состояние, даже если это будет в Алабаме То я обещаю тебе, Господи, что отдам тебе все Я отдам тебе все, просто сделай так, чтобы это произошло Я говорю так, потому что я сомневаюсь, что без тебя у меня что-то получится Но послушайте то, что я хочу вам сказать Погоня за счастьем приносит многим людям несчастье Все больше людей ощущают себя безнадежными, в депрессии и одинакими Они думают, неужели это и правда жизнь? А самое печальное, что так думают и многие христиане Именно этот факт и волнует меня больше всего Поскольку я президент колледжа, у меня есть возможность следить за различными исследованиями Среди них есть исследования на тему, что такое счастье Как обрести его? Одна молодая женщина по имени Эмили Смит написала книгу под названием «Сила смысла» В своей книге она пришла к выводу, что не погоня за счастьем делает нас счастливыми А погоня за смыслом жизни Я задумался над этой мыслью Эта женщина пишет в своей книге о миллионах долларов и часов, которые мы тратим на такие исследования Возможно, нам стоило просто позвонить ей, и она бы нам все быстро рассказала Так что же значит жить полноценной жизнью? В своем исследовании Эмили Смит пришла к выводу, что есть четыре аспекта, которые приведут нас к жизни Наполненные смыслом Когда я прочитал об этих четырех аспектах, я воскликнул «Боже мой! Ведь мы в христианской церкви говорим то же самое» И сейчас я перечислю вам эти четыре аспекта Первый аспект — это принадлежность Это означает иметь отношение, быть частью тела Христова В Первом Послании к Коринфянам говорится о теле Христовом и о том, что все мы — это часть тела Христова Все мы связаны с Ним Кто-то из нас — это ухо, кто-то рука, кто-то глаз Ну а в целом мы составляем собой тело Христа Это и есть принадлежность, причастность к чему-то В Гарварде уже много лет проводят одно исследование На него потратили уже 76 лет, и оно продолжается и по сей день Это самый продолжительный по времени исследовательский проект в современном мире И в чем же он заключается? Начался он в 1948 году Тогда исследователи отобрали 300 человек 150 из них только что окончили ель А остальные 150 были выходцами из беднейших районов Бостона У большинства людей из второй группы не было семей Им приходилось упорно трудиться, чтобы что-то поесть и все такое Исследователи проследили за их жизнью, а жили они в разных штатах Они следили за их жизнью до момента, когда их объектам уже было за 70 И вот к какому выводу пришли ученые из Гарварда Основной вещью, дарующей нам долгую жизнь, являются близкие отношения и чувство сопричастности Было проведено и другое исследование, которое показало, что на острове Сардиния Живет в 10 раз больше людей старше 100 лет, чем в Северной Америке Ученок заинтересовал, почему это так Я не знаю, сколько сейчас итальянцев среди вас, но согласитесь, что у итальянцев обычно не очень здоровая пища Они едят спагетти, вредный соус, поэтому я думаю, тут дело не в еде И вряд ли дело в их поведении Вы знаете, что итальянцы довольно вспыльчивы Не буду заострять на этом внимание Может быть, у кого-то из вас жена итальянка Не надо поднимать руку Другим людям знать об этом не обязательно Но если ваша жена итальянка, вы знаете, что она часто бывает упрямая Ученые выяснили, что долголетие жителей Сардинии никак не связано с их поведением Оказалось, что долголетию жителей этого острова способствовало их чувство сопричастности Причем не только в семье, но и в общинах Мне запомнилось это, потому что, изучая церковь, исследователи пришли к подобному выводу Джордж Барнум, который является основным исследователем христианских ценностей и подобных вещей Провел исследование среди людей, посещающих церковь Он хотел узнать, зачем они ходят туда И знаете, какая причина заняла первое место? Я хочу быть к чему-то причастен Я хочу быть частью чего-то Принадлежность — это самая первая вещь, которой надо стремиться, если вы ищете смысл жизни Почему же люди не стремятся к ней? Почему же люди не бегут в церковь? А я выяснил, почему Основными причинами, удерживающими нас от сопричастности, являются стыд и страх Стыд говорит нам, что мы недостаточно хороши, умны или красивы для чего-то и кого-то Когда мы с Гейлсом лет тому назад пришли в эту церковь, нам показалось, что мы недостаточно в стиле кантри Боже мой, когда я пришел сюда в первый раз, на мне был галстук и костюм тройка Я вошел и понял, что я одет слишком пафосно В тот же день я купил себе новые сапоги и ковбойскую шляпу Я чувствовал, что могу стать здесь своим Во мне было немного кантри, но не настолько много Но почувствовать себя здесь как дома я смог только после того, что я здесь ощутил Теперь я чувствую себя здесь как дома, но многие люди боятся Они напуганы, полны страха Стыд говорит нам, что мы недостаточно хороши, умны или красивы А страх говорит нам, что мы не хотим пострадать от этого Мы не хотим быть причастны к чему-то, потому что боимся, что это принесет нам боль Мы в церкви должны это сознавать Мы должны быть уверены, что у нас лучше, чем там, в мире Пусть и другие люди откроют эти двери Возможно, они в первый раз попадут в церковь Поэтому нужно им показать, что у нас тут очень здорово На утренних службах вы должны быть как жаворонки, а не как совы Не надо бормотать, скорее бы отсюда уйти Или смотреть на часы и говорить, а служба началась всего 15 минут назад Или говорить о новичках, а вот эти, у которых мало духовности Мы должны быть уверены, что людям в нашей церкви хорошо Что мы хорошие люди и рады видеть новых людей, рискнувших прийти в нашу церковь Потому что это очень важно Многие из вас не помнят этого, но я помню Мы с женой были католиками до того, как спаслись А началось все с церкви Виктори Байбл Фэллоушип Это было 40 лет тому назад И знаете, что я вам скажу? Когда мы туда попали, то испытали культурный шок Пастор очень эмоционально читал свое послание Люди бегали по залу Они вздымали руки вверх, пели и танцевали И мы с женой думали, когда же тут нужно вставать на колени Не пора ли перекреститься? Или это надо делать позже? Мы были в шоке Нам было страшно Но слава Богу, в этой церкви было много хороших людей Которые нам помогли Они помогли нам понять, как надо себя вести в этой церкви А еще я понял, что Бог сказал мне, что возлюбил меня с самого начала Послав к нам Иисуса Даже если бы я был врагом Богу, Он бы все равно послал ко мне Иисуса Вот как сильно Он любит меня Быть уязвимым значит быть открытым для раны боли Я знаю людей, которые говорят, что пытались ощутить связь с Богом Но эти попытки принесли им только боль Да, мне тоже было больно Но я не сдался Я знаю, что вы скажете мне примерно следующее Джо, мы очень хорошие люди Мы не хотим никого обижать вообще Если кто-то войдет в эти двери, тогда мы будем добры с ними Вы будете говорить, как вы любите других И какие вы добрые люди Пока вы не подойдете к своему месту и не увидите, что кто-то уже его занял Эй, как дела? Я Джо Сара, вы тут недавно? Я хочу вам сказать, Сара, что вы сидите на моем кресле Я потратил 7 лет на то, чтобы получить его Раньше я сидел на галерке Так что не могли бы вы его освободить Мы все очень вежливые Пока не увидим, что кто-то сидит в нашем кресле Знаете, с какими жалобами ко мне подходит? Джо, кто-то положил Библию на мое кресло Я советую вам в таких случаях поступать так, как делаю я Просто отнесите ее в наше бюро находок И вот этот человек приходит и говорит Я же положил сюда свою Библию А вы такие, извините, сэр Я думал, что ее забыли на прошлой службе Я отнес ее в бюро находок Смотрю я на вас сейчас и думаю Что на следующей неделе в нашем бюро находок Будет уйма сумочек и Библий А сидящий там человек будет недоумевать Что вообще происходит Возможно, вы завидуете, что Бог Сделал что-то для кого-то другого Или, может, вы ненавидите людей, которые не похожи на вас Вы говорите мне, Джо, да никогда в жизни Но так бывает довольно часто Мы должны быть смелыми с другими людьми Ведь пойти в церковь Это очень большой шаг Вы знали об этом? Возможно, вы позабыли Как тяжело было для вас это Но я прошу вас не считать, что раз вы ходите в церковь То вы лучше других людей Хорошо, я предлагаю вам открыть Библию Давайте посмотрим Евангелие от Луки Сначала расскажу вам, о чем там говорится Служба Иисуса продолжается уже два года Рядом с Ним его ученики Ученики были с Ним не только в субботу В среду вечером Они были с Ним всегда Представьте себе Через два года они все еще были с Ним Разве не должны были они уподобиться Иисусу за эти два года? Мне кажется, я уже уподобился И так пришла им мысль, кто из них больше Мне кажется, у них был жизненный кризис Иисус же, видя помышления сердца их Взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает А кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик Здесь Иисусу пришлось иметь дело с гордыней И тут Иоанн не выдержал Да, это тот самый возлюбленный ученик Христа, который написал Евангелие При всем Иоанн сказал наставник Мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов И запретили ему, потому что он не ходит с нами Он не крещен, Господи Он не посещает международную церковь Поэтому мы решили его пристрелить Но Иисус сказал ему Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас То есть Иисусу пришлось иметь дело с завистью Когда же приближались дни взятия его от мира Он восхотел идти в Иерусалим И послал вестников пред лицом своим И они пошли и вошли в селение Самаринское, чтобы приготовить для него Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим Видя то ученики его, Иаков и Иоанн, сказали Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь с неба сошел И истребил их Господи, хочешь мы скажем, чтобы огонь сошел с неба И уничтожил всех демократов А, Господи И знаете, что ответил им Господь? Он, обратившись к ним, запретил им Не знаете, какого вы духа Ибо Сын Человеческий пришел не губить души А спасать И пошли в другое селение Гордыня и зависть, и еще ненависть Вот чего вы должны сторониться Вы должны избегать гордыни, зависти и ненависти Первым аспектом у нас была принадлежность Второй — это цель Цель — это использование своих сильных сторон для помощи другим Это значит не получать, а отдавать 71-й псалом был написан Соломоном Когда вы читаете его впервые, у вас создается впечатление, что его автор был заносчивым человеком Когда он молился, он не стеснялся Господи, подари мне все деньги мира Даруй мне власть над всеми другими царями Пусть они кланяются мне в ноги Пусть мои враги лижут прах земли Я хочу обладать всей территорией От морей до моря Прочитав такое, вы наверняка подумали Бог мой, что он о себе такое возомнил Но послушайте, что еще сказано в этом же псалме «Ибо он...» Здесь речь идет о царе Соломоне «Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника Будет милосерд к нищему и убогому И душа убогих спасет от коварства и насилия Избавит душу их, и драгоценно будет кровь их пред очами его» То есть царь Соломон говорит «Мне нужно это все, чтобы благословить других людей» Вы знаете, что многие люди в Америке И даже христиане хотят подобных вещей, чтобы благословить себя Мы говорим «Мне это нужно, Господи Даруй мне все эти деньги, чтобы я мог благословить сам себя И купить себе новую лодку или дом на колесах» Запомните, что Бог хочет благословить вас, дабы вы благословили других Если он увидит, что вы верны ему в мелочах, он доверит вам и нечто большее Но прежде чем это произойдет, вы должны быть верными ему в мелочах Я знаю, что многие из вас сейчас хотят сказать мне «Джо, да я же никто, я не смогу это сделать, я не смогу помочь Богу» Давайте я расскажу вам одну историю Это история про Моисея Представьте, что у меня в руках есть палка Пастуший посох Когда-то и у Моисея ничего не было Ну, допустим Вот это Будет мой посох Посмотрите Это лучшее, что я мог найти Он был никем, простым пастухом Это одна из самых ужасных работ Когда мы общались с людьми в Африке по поводу престижных профессий Оказалось, что профессия пастуха — это самое непривлекательное Самое непривлекательное Вот чем занимался Моисей Он пас овец, большинство из которых, скорее всего, принадлежало его тестю Как-то он, как обычно, пас овец, и вдруг увидел горящий куст Вроде ничего необычного, но ему бросилось в глаза, что этот куст горел и не сгорал И тут к нему обратился Господь Господь сообщил ему, что он собирается сделать через него Он сказал ему, ты пойдешь к самому могущественному человеку А именно к египетскому фараону И вот что сделаешь Выведешь мой народ из Египта Моисей сказал, Господи, ты не к тому обратился Он даже не умел красиво говорить Он заикался Представьте, вы приходите к самому могущественному человеку в мире И начинаете, отпусти мой народ Вот чего хотел от него Господь Моисей сказал Господу, Господи, ты выбрал не того И знаете, что ответил Господь? А помните, что если Господь задает вопрос То это не значит, что он не знает ответа Бог совсем не глупый Моисей, а что у тебя в руках там? Это пастуший посох Как интересно Никогда не видел ничего подобного Нет, все было не так Господь задает вопросы не просто так Он спросил Моисей, а что это у тебя в руках? Пастуший посох, ответил Моисей Тогда Господь попросил его положить посох на землю Что Моисей и сделал Дальше помните, что произошло Посох превратился в змею Вы знаете, что произошло, когда я повторил эту сцену в Африке? Я сказал, я прекрасно знаю Господа И уверен, что сейчас он превратит этот посох в змею Все тут же пули рванули из церкви Так вот, Господь сказал Положи посох на землю Моисей так и сделал Но тем самым он отложил в сторону не только свой посох, но и три другие вещи Во-первых, он отложил свое «я» Напомню, он был пастухом Во-вторых, он отложил свой доход Ведь все деньги, которые он получал, шли с того, что он пас овец А последней вещью, которую он отложил, стало влияние Конечно, у него было мало влияния Ведь он только гонял овец То туда, то сюда А Бог хотел донести до Моисея, что если он возложит свою жизнь То Бог оживет ее Он хотел сказать ему Сейчас я возьму какую-нибудь вещь И начну с ее помощью спасать других людей Некоторые из вас скажут Джо, ты не понимаешь, я не могу этого сделать Вы знали, что когда Моисей напомнил Господу, что он заикается Бог отреагировал не так Ах, прости меня, пожалуйста Я ведь совсем забыл об этом Ты же не можешь говорить А ну тогда иди и позови своего брата Вы думаете, Бог сказал А я не могу поручить тебе вывезти мой народ из Египта Ведь ты говорить-то не умеешь Нет, Бог сказал, ты все равно сделаешь это Он говорит это и вам Вы думаете, что у вас ничего не получится, потому что у вас обычная работа Нет влияния и приличного дохода Бог говорит вам, что если вы возложите все эти вещи Он оживит то, что у вас есть Поверьте, у всех вас есть больше, чем было у Моисея Но Бог оживил то, что у него было В притчах сказано Много замысла в сердце у человека Но состоится только То, что определил Господь Я верю, что если вы откроете свою жизнь для Божьих целей То они обязательно состоятся Как я это называю? Бог пытается выбить из вас желание быть прежним собой Знаете, часто, не знаю как вы, но если вы читали мой журнал Вы знаете, что часто люди говорят Богу Отец мой, я грешник, я знаю, что я тебя подвел Я не делаю того, что ты призвал меня делать Я сам так недавно говорил Но послушайте Что делает в таких случаях Бог? Это очень важно У нас мало времени, но позвольте, я все-таки уделю этому пару минут Господи, я не знаю, что делать Я пытаюсь исполнить твои цели Моя жена Гейл решила, что мы не поедем в Африку Нам нужно было уделить какое-то время школе Пол там уже совсем ужасный Я знаю, что некоторые из вас даже там покалечились Я пытался преодолеть все трудности, но ничего не получалось Я вхожу в совет директоров детского кубка Наш президент Дэн сказал мне Я очень хочу, чтобы ты поехал в Африку и проповедовал там Туда как раз поедет Айзек Уильямсон Я обратился к пастору Марку и сказал Я очень хочу поехать в Африку На что он мне ответил Так, поезжай И вот мы с Гейл отправились в Африку Мне кажется, что тем самым Бог отправил нас туда, где мы могли иметь влияние в финансовом плане Когда мы приехали туда, мы остановились в доме, который мы приобрели Там жил и Айзек Мы заплатили за него и в итоге получили новый фургончик Я говорю вам это, чтобы показать, что Бог все вернул святому Джо Через неделю после этого мы с Гейл отправились в Западную Вирджинию Там я проповедовал Когда пастор Брэндон представил меня залу, он спросил Многие ли из вас получили письмо, которое мы вам рассылали? Весь зал поднял руки Я чуть было не расплакался Потому что я вспомнил, как Брэндон пришел ко мне в первый раз У него всегда была предпринимательская жилка Если пастор напрашивается с вами пообедать, то не забудьте прихватить с собой чековую книжку Потому что неизвестно, чем это закончится Брэндон смог сделать в Западной Вирджинии все, что он запланировал И вот он прислал мне свою рассылку Там он писал Пастор Джо, мы будем рады, если вы перечислите нам денег Мы очень вас ценим И должен признаться В его церкви я увидел великий мир Сколько я ему перечислил? Это была кругленькая сумма Даже по нынешним временам Это довольно большая сумма, но я перечислил эти деньги И мисс Гейл заплатили Брэндону Мы уже почти забыли об этом, но когда в той церкви закончилась служба Люди начали подходить ко мне Они плакали и говорили Это письмо спасло мою жизнь Они говорили, я был наркоманом Я заблудился в этой жизни Но тут пришло это письмо Я понял, что это мой последний шанс Они подходили ко мне И я обратился к Господу Боже, ты просто невероятен Но он напомнил мне, что он просто выбивал из меня прежнего Джоуи Именно так он обращался ко мне А еще меня так называют в семье Он выбит из вас, прежних вас Знаете, откуда я это знаю? По себе Просто у Бога ко всем разный подход Ведь если бы он хотел, чтобы мы все что-то отдавали Он бы сделал всех вас богатыми Если бы он хотел, чтобы мы служили здоровью Он бы всех сделал врачами и медсестрами Но знаете что? Бог поместил каждого на свое место Нечто уникальное И когда вы развиваете этот дар Бог радуется больше всего на свете Он говорит, только посмотрите на Джоуи Он сделал все, что я его просил Он исполнил мою волю Но как нам это сделать? Мы должны придерживаться Слова Божьего А также молиться Ему и состоять в дружестве с Ним Я пытаюсь этого достичь Я исполняю волю Божию и то предназначение, которое Он приготовил для меня Но важность представляет не статус Важна не ваша зарплата, не ваш внешний вид и не ваше самочувствие Вы должны быть добрыми и творить добро А именно делать то, что попросил вас сделать Бог Третьим аспектом является духовная осведомленность Это пробуждение Вашего духовного Я Столь многие живут в духовной пустоте Они просто существуют и не живут по-настоящему Если бы вы только могли выдернуть себя Из жизненной спешки И обрести связь с нашим Небесным Отцом Знаете, в Евангелии от Матфея есть замечательные слова Их явил мне Бог Там сказано «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря» Какое замечательное послание для нашей жизни Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа И поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни Бог ведет нас по пути, по которому нам идти Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни Мы надеемся, что это послание благословило вас Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету Но стать членом по местной церкви Послушайте, Бог любит вас и мы тоже Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее Поэтому приходите на наше служение как можно скорее Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на Земле Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку Пусть Бог благословит вас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok